Светлана Анатольевна Проворкина – прихожанка Казанской церкви села Молоково. Она занимается службой милосердия, которая осуществляется силами храма вот уже несколько лет. Сначала мы начали заниматься благотворительностью с нашей, с Молоковской сельской больницы. Посещали в стационаре болящих на Рождество, на Пасху. Затем пришло решение охватить вниманием и заботой одиноких людей всего Молоковского поселения. Обязательно участников Великой Отечественной войны. Тетя Клава, виденька. Держи, это тебе чайку попьешь. Продукты. Ну что, как здоровье-то? Ну сейчас вроде ничего. Давление-то нормальное? Давление нормальное. Глаза не видят? Один. Совсем не видят. Глаз. Понимаешь? Молоденькой девчонкой в 44-м году после ускоренных курсов по вождению грузового автомобиля, так называемой полуторки, Клавдия Михайловна Воронова попала в город Шахты Ростовской области. Ну я была. Где? В наряде, автомат. Знают, научили, как его разбирать, собирать. Автомат и разводящий приведет 100-2 часа в охране. На попечении Казанского храма 11 человек. Собирая продукты для них, учитываются пожелания и состояние здоровья каждого. Спрашиваем, что им можно, что им нельзя. Стараемся как-то из месяца в месяц наборы поменять. То одни продукты, то другие. Учитываем, когда приносим продукты, учитываем пожелания, что на следующий раз нам принести. Дело милосердия, они всегда лечат душу человеческую. Они показывают нам, людей, которые находятся в горе, в беде. И если мы поступаем так, мы поступаем истинно по-христиански. И для себя пользу такую духовную извлекаем. И, конечно же, люди, которые попадают в беду, им очень нужна поддержка, им нужна тепло, любовь, внимание даже. Церковная помощь обширна и многообразна. Казанский храм в селе Молоково, занимая службой милосердия, оказывая посильную материальную помощь, ставит свои задачи еще и то, чтобы пожилой человек знал, что он не один и чувствовал себя незабытым. Людмила Медведева, Евгений Петров, Екатерина Чернушева, Видное ТВ.